МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Атомэнергоремонт снова стал генподрядчиком по техобслуживанию и ремонту всех российских атомных электростанций. Договор на выполнение работ заключен по результатам проведенных конкурсных процедур 19 ноября текущего года. В рамках реализации договора запланировано более 150 ремонтных компаний различной продолжительности на всех энергоблоках атомных электростанций России. Спектр работ включает в себя ремонт тепломеханического, электротехнического оборудования и турбоагрегатов. На еженедельном плановом совещании глава администрации Вячеслав Сидунков подвел итоги командно-штабного учения, которое проходило на минувшей неделе. Учения в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне были масштабные и проходили одновременно в трех федеральных округах – Центральном, Южном и Крымском. На Центральном федеральном округе Смоленскую область представляла Десногорск. Был задействован активно в указанных командно-штабных учениях. Десногорск по-прежнему показал, что служба гражданской обороны на высоком уровне. Специалисты администрации напоминают десногорцам и гостям города о правильной парковке личных транспортных средств. Медсанчасть 135 защитила заявку по лекарственному обеспечению льготников. Заявка принята в полном объёме. Все льготные категории граждан в 2016 году получат лекарственные препараты в соответствии со стандартами медицинской помощи. 24 ноября в Десногорском центре социальной помощи семье и детям «Солнышко» состоялось заседание попечительского совета. За круглым столом собрались руководства города, представители организации и предприятий Десногорска, которые оказывают шефскую помощь на протяжении многих лет. В начале заседания руководитель «Солнышко» Людмила Шаповалова рассказала о работе центра в этом году и поделилась планами на следующий. Благодаря помощи попечительского совета в этом году воспитанники получили необходимые принадлежности для занятий в школе и творческих кружках – игрушки и спортинвентарь. Для них были организованы экскурсии и развлекательные мероприятия. Но ещё многое предстоит сделать в следующем году. Наше сегодняшнее мероприятие можно оценить вполне на оценку удовлетворительно, потому что практически все специалисты и члены попечительского совета поучаствовали в нём. Много было определенных задач, были приняты соответствующие решения. Именно собрание всех шефов помогает центру развиваться и решить многие проблемы. По результатам совместного исследования федерального проекта «Трезвая Россия» и Центра информационных коммуникаций составлен национальный рейтинг трезвости. В первую двадцатку рейтинга вошли самые трезвые регионы. Среди них Чечня, Ингушетия и Дагестан, а также Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Севастополь и другие. Последние места достались самым неблагополучным в плане алкоголизации региона. Ими оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Смоленщина заняла 46 место из 85. А сейчас блок криминальных новостей. За незаконную вырубку в Ростовском районе задержан черный лесоруб. 44-летний мужчина срубил 24 березы. Хотел запастись дровами на зиму. Обнаружить незаконную вырубку деревьев удалось в ходе рейдовых мероприятий в глубине леса. Недалеко от деревни Амшарова Ростовского района были обнаружены следы протектора шин трактора. На место прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Смоленские полицейские изъяли 145 тонн нелегального алкоголя. Об этом рассказал заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции Александр Мехков. Так, например, в Смоленске недавно был обнаружен целый завод, где производился фальсифицированный алкоголь. Было изъято более 17 тысяч бутылок и 35 тысяч литров спирта. В этом году полицейские проверили 17 организаций, имеющих лицензии. Также проведено 1237 проверок на торговых объектах. При покупке алкогольной продукции жителям рекомендуют обращать внимание на аккуратность этикетки, закупорки и специальной акцизной марки. В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД в гостях у подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, побывали представители аппарата, уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области и выпускники школы-интерната имени Кирилла и Мефодия. Мероприятие организовано в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и приурочено ко Всемирному дню ребенка 20 ноября. Представители аппарата, уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области и 11-классники, провели с ребятами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, увлекательные викторины и деловые игры на знания правовых норм. В игровой форме юные смоляне обменялись знаниями в области прав человека, в совместной деятельности нашли ответы на интересующих вопросы в области права, трудового, семейного и уголовного законодательства. При помощи детей, воспитанников лицея Кирилла и Мефодия правовые знания, они с трудным подростком были даны в форме викторины. Дети очень активно участвовали в данном мероприятии, совещались, давали правильные и неправильные ответы. В конце мероприятия были подведены итоги. Сотрудники ЦВС НП отметили позитивное влияние подобных мероприятий. Они искренне надеются на то, что полученные знания помогут детям в будущем. На Смоленщине полицейские задержали банду черных копателей, которые организовали незаконный оборот оружия в Московской, Смоленской и Тверской областях. В ходе обыска было обнаружено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В схронах и тайниках найдены авиационная бомба, осколочно-фугасные снаряды, ручные гранаты, свыше двух тысяч патронов. Помимо этого, обнаружено более десяти единиц холодного оружия и ордена нацистской Германии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых. А сейчас новости культуры. Городской центр «Досуга» приглашает десногорцев и гостей города 27 и 28 ноября на конкурс современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая береза». Участники будут состязаться в номинациях – эстрадный вокал, ансамбли, соло, художественное слово, оригинальный жанр и хореография. А 29 ноября в городском центре «Досуга» состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Начало в 15 часов. 24 ноября ветераны Смоленской атомной электростанции встретились на веселых стартах в зале завода «Полимер». Подробности вы узнаете из нашего следующего репортажа. Сегодня в спортивном зале «Полимер» собрались свыше 60 человек – ветеранов Смоленской атомной станции, для того, чтобы посоревноваться в веселых спортивных эстафетах. Эти спортивные мероприятия проходят уже в шестой раз. Встречаются ветераны, чтобы поддержать себя в хорошей форме и пообщаться. Это проводится для того, чтобы пенсионеры не чувствовали себя одинокими, чувствовали себя востребованными, и чтобы у них не было вот такого разочарования в пенсионной жизни. Организаторы подготовили ряд испытаний. На соревнованиях присутствовал спортивный азарт, но победа для участников, как выяснилось, не главная. Самое главное в этом мероприятии то, что люди приходят, встречаются, общаются с теми людьми, с которыми мы долгие годы работали на атомной станции. Это подтверждают и сами участники. Поучаствовала, подвигалась, побросала в кольцо, попинала в ворота. Все нормально, подвигались, пообщались. Я человек спортивный, поэтому это для меня уже обычно. Мне нравится то, что здесь весело, разнообразие. Все понравилось. Я стреляла, я скакала на скакалке, я забивала голы в ворота. Каждый год ряды любителей активного отдыха пополняются теми, кто недавно вышел на заслуженный отдых. А это говорит о том, что традиция ветеранов Смоленской атомной электростанции будет иметь продолжение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова